И всем привет, с вами я Иван, и сегодня у нас, ребят, просто долгожданнейшая серия по Adobe Premiere Pro CC19. Прошлая серия хоть добрала очень много дизлайков, но это, скорее всего, из-за того, что она длилась очень долго, и там было очень много воды. Но, тем не менее, довольно достаточно просмотров, и видно, что она вам интересна, как минимум, на самом-то деле. И из-за этого, так сказать, я решил запилить новую серию, посмотреть, нравится ли моя новая методика или нет, соответственно. И да, ребят, я вам буду очень благодарен, если вы подчините мою группу в ВК, ссылку на которую я оставлю в описании под видео. А то, ребят, ну, рили несерьезно, 10 подписчиков, боже ты мой, ну что это за бред? Давайте хотя бы до 50 добьем, и тогда я смогу хоть что-то, да, устроить, соответственно, там. Плюсы вы будете получать новости сверху, информацию, всякую, соответственно, обо мне и по моим будущим видео. Ну, одни плюсы для вас. Хотя, стоит всего одного нажатия. Ну, а мы идем дальше, смотреть ролик. И сегодня, ребят, мы займемся углубленным монтажом, научимся, так сказать, плавненько ускорять видео, замедлять его, передвигать камеру, ну и всякими другими ништяками. А каких узнаете, соответственно, в этом выпуске. Так вот, для начала давайте-ка просмотрим наше, соответственно, видео. Будем надеяться, что Эль Торо 64 Рус не кидит на меня страйк, пожалуйста, надо меня страйк кидать. Так что, чё, давайте-ка чё, ребят, сделаем. Во-первых, давайте-ка звук уберем, сделаем его, к примеру, на... А, нет, не так, не так, давайте его просто вот через М отключим, я забыл, что здесь можно отключать на М, то есть мут, соответственно, его не будет. Я новую фишу, так сказать, нашел, ну сразу видно, что шарит. Ванёк, да. И что, ребят, сделаем? Давайте, к примеру, вот на вот этом моменте мы приблизим камеру. Видите, вот здесь вот момент такой типа есть. Вот, он идет примерно вот до Сюдова. Но перед тем, давайте-ка вам объясню про вот эти вот графы и шкалы, за что каждый отвечает. Ну, по ходу события. К примеру, давайте-ка разберем позишн и скел. Позишн отвечает за расположение в пространстве нашего видеофайла, а скел и его размер, так сказать, масштаб. Так что давайте что сделаем? Давайте возьмем позишн и скел. Немного давайте его вот сюда переведим, чтобы мы видели, соответственно, лицо. И нажав на нашу картинку двумя, соответственно, кликами, вот таким вот образом ее приблизим. И, к примеру... Нет, давайте по-другому сделаем. Давайте... У меня есть другая идея. Давайте вот так оставим. И сделаем, чтобы типа он перед началом как бы, соответственно, приближал. Приближаем налево. И давайте к этому моменту сделаем так, что типа он вот так вот сместится. Вот ближе к верху. Немного, так сказать, видите, позиция изменилась. И скел прибами, давайте вот так сделаем. И посмотрим, что у нас получилось. Так. Вот получилось у нас такое приближение, соответственно. И, ну, в принципе, получилось, ребят, довольно неплохо. Теперь давайте-ка что делаем? Давайте немного просмотрим, опять же, наше видео. Кстати, тут давайте мы вернем все на круги своя. Давайте вот тут он типа... Давайте сделаем так, чтобы на этом моменте он, к примеру, отдалился. Как это сделать? Да очень, на самом деле, легко. Копируем конечные файлы, зажав Ctrl-C. И вот таким вот образом легко копируем. И тут нам надо всего лишь скел увеличить, точнее уменьшить на 100. И вдвинуть просто наше изображение на место. Ну, и, в принципе, на самом-то деле все. Давайте посмотрим, что у нас получилось, как видите. Интересно. Во! Какого приближения я добился, на самом-то деле. У нас картинка слишком, ребят, какая-то стабильная получилась. Так давайте ее немного поворотим и сделаем эффект, типа, любительской съемки. Сделаем так, чтобы наша картинка шевелилась, там, всячески видоизменялась и так далее, тому подобное. Так вот, чтобы вертеть-крутить наше изображение, нам нужен Rotation. Вот здесь не надо, в принципе, а вот тут уже можно что-нибудь сделать. Давайте тут поставим Rotation, и к этому момент давайте сделаем так, чтобы... Так, давайте, во-первых, отдалим. Тут можно отдалять. Вот. Ой, фу ты, не, не так отдалять. Давайте немного приблизим, по-моему, что это ползунка. И так, во-первых, у нас криво, ребят, стоит. Во-вторых, я по-другому очень много сделать. Давайте вот тут будет вот так вот, и, по-моему, видоизменяется. То есть такой эффект шатки. И давайте-ка под конец сделаем, чтобы наша камера просто вертелась. Вот тут давайте найдем точку опоры. Просто вот так вот все скопируем под конец. Кстати, ребят, не обязательно копировать, было бы сказать, можно просто вот эти вот пустые кадры добавлять. Просто я же буду копировать, знаете, по опыту Vegas Pro. Тут можно просто вот через пустые кадры вставлять все это дело. И, ну, вот просто будем вертеть, крутить, ну, т.д. и т.п. Так, вот сделаем. Так, и смотришь, что у нас получилось. Ну, так. Так, но, в принципе, я думаю, более чем менее. Тут ведь как бы главное не композиция, а главное показ. То есть, соответственно, как-то все работает. Так, теперь у меня, ребята, появилась одна очень странная идея. Давайте, знаете, что сделаем? Давайте сделаем, чтобы в начале нашей композиции были видны, типа, глаза. И по истечению этого конца нашего промежутка, все лицо. Как это сделать, в общем, очень, ребят, легко. Переходим в opacity, вот сюда вот. И просто выделяем его глаза, вот таким вот легким образом. Так, давайте для второго глаза сделаем то же самое. Так, создаем нашу точку на прикосновение. Так, передвигаем ее в начало. Давайте вот сюда. Давайте сделаем, чтобы к этому моменту, соответственно, они исчезали. Как это сделать, как это сделать, на самом деле, очень легко. Можно сделать даже покрасивее, но будет смотреться. Просто вот этот вот mask expansion просто увеличить. Примерно вот таким вот образом. Кстати, ребят, прошу вас заметить. Наша маска прикрепилась к нашему глазу. Глазу нашего инженера. Смотрите, она прицепилась к нему. И не отцепляется. Хотя я, кстати, ничего не делал. Я хотел вам про это сказать, но решил не говорить. Видите, она автоматически уже прицепилась. Вот здесь такая функция есть, вот этот вот, соответственно, play. То есть мы задаем маску определенную, к примеру, маску на голову. Нажимаем на эту функцию, и она привязывается к этому месту пространстве. Вот, получилось такой у нас интересный эффект, очень, на самом-то деле. Но, опять же, что? Давайте еще сделаем в начале размытия. Давайте перейдем в наши эффекты, вот эти вот. И возьмем гауссовое размытие, потому что он сам популярный и самый известный. Гауссовое размытие, соответственно, что у нас. Давайте создадим слой. Можно изначально. Тут давайте сделаем 25, к примеру. И вот так вот. И посмотрим, что получилось. Так, что-то как-то не очень получилось, видимо. Так, с эффект контролла мы более-менее, я думаю, с вами разобрались. Теперь-ка давайте разберемся с нашим звуком и скоростью нашего воспроизведения видео. Видите этот момент, ребят? Вот такой вот, где он говорит, you're ugly. Давайте прослушаем его. Так вот, где он говорит ugly, у нас, соответственно, инжуришка. Ugly, давайте этот момент продлим, точнее, увеличим по времени. Выделяем его вот таким вот образом. Нажимаем на него, но мы это уже проходили. Speed Duration. И тут, ребят, наш любимый Optical Flow, о котором я вам еще заветовал в прошлой части и говорил. Который очень месяц назад вышел. Ну да ладно, ребят, не в этом суть. Что такое, ребят, Optical Flow? Да на самом-то деле, очень просто. Optical Flow это сглаживание нашего видео. То есть, есть Frame Sapling, есть Frame Blending, есть Optical Flow. О, почему Blending Blending, не знаю, почему это называется. Да ладно. Сейчас покажу на конкретном примере. Speed. И продлеваем, давайте-ка, на 250, к примеру. Ой, фу ты, нет, наоборот. Я, я сам, среди, частенько буду, на 1,5, сделать, чтобы у нас скорость была меньше. И смотрим на обычном Frame Sampling, как это смотрится. Frame Sampling. Так, ну тут не очень, ребят, заметно. Давайте еще больше добавим нашу скорость, а чей наоборот ее убавим. 25 поставим. И посмотрим на, соответственно, наше видео. Ребят, не на звук. Звук можно вообще вырубить. Вот, оно такое довольно дерганное получается. Как вы могли заметить. Ну, какое, видите. Ну, не очень приятное глазу. Но благо, для этого существует в нашем любимом премьере Optical Flow, который, соответственно, все и смягчает. Давайте я вам покажу на конкретном примере, чтобы не быть пустословным. Нажимаем на Enter, чтобы он обработал. Да, для Optical Flow нужна обработка, как и вроде бы для Frame Blending, но, конечно, у него поменьше. Потому что Frame Blending, это тот же Optical Flow, только ухудшены. Ну, он немножечко, как бы, видео, соответственно, сглаживает, но не сказать, что намного. Так что, такие дела. Так, давайте посмотрим наше видео. Вот первый Агли, а вот второй, ребят, смотрите, разницу. Как плавно! Вы видите, смотрите, как плавно это жесть же. Смотрите, вот это первое. Вот второе. Это же жесть просто, ребят. Это просто взрыв мозга. Optical Flow идеально подходит для замедленных всяких вот таких вот моментов. И чем больше замедления, тем больше, ребят, эффект. Чем его меньше, тем, соответственно, эффект, ну, более тщетен, как могли заметить. Но опять же, ребят, если вы будете добавлять на видео, Optical Flow помните о одной главной морали. Если частота кадров видео меньше 60, и к вашему проекту привязано это число, то есть проект делается под 60 кадров, вы экспортируете 60 кадров, и у вас видео, к примеру, 50 кадров, то ждите, что у вас будут шакалы и всякие такие вот эффекты неприятные. Ну и так у нас получился урок, ребят, довольно смешанный, сумбурный, но все же, ребят. Как бы, учтите, что я этот урок несколько раз переснимал, Так что, если результат не такой качественный, как вы ожидали, ну, это, к сожалению, из-за того, что я уже устал его снимать, ребят, я его раза три снимал уже. Так что, ребят, такие дела, если вам понадобится садьба щебраться вверх, но здесь не будет такого сумбурга, как в прошлую частью. Всем удачи, всем пока. А да, кстати, ребят, я забыл сказать, кто остался. Если будет моим пруфным мечом от дизлайка в комментариях. Короче, ребят, чтобы вот таких вот кругов не было, вот, вмораживает, можно как сделать? Можно сделать, на самом деле, очень легко. Ну, так вот, просто надо удалить все вот эти вот экспэншены, создать новую маску. Ну, и так вот, давайте вот это все удалим. Соответственно, вот оставим и просто ее, как вариант, можно так растянуть. И у нас вот такой вот прикольный эффект получается. Это даже поприкольнее, чем был, кстати. Какой-то прикольный вообще получается. Вот мне нравится, я знаю, как вам, но вот мне вот лично, на самом-то деле, очень даже заходит. Так что, ребят, вот это уже окончательный конец. Всем спасибо, всем пока опять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok